В октябре японская компания Capcom выпустит свой самый амбициозный проект – Resident Evil 6. В последнее время разработчики наштамповали много побочных историй, но это совершенно новая глава сериала. В ней собрали по-настоящему звездную команду персонажей. Многие из них дебютировали на экранах больше 10 лет назад. Чем занимались борцы с зомби все эти годы? Портал Игры Мэйл.ру совместно с FXA Studio распутает глубок сюжетных линий и раскроет вам их секреты. Первый в списке – ветеран Крис Редфилд. Известно, что в видеороликах «Первый Resident Evil», вышедший 14 лет назад, героя сыграл настоящий актер. В титрах его назвали просто Чарли. В 17 лет Редфилд вступил в военно-воздушные силы США и добился успехов в пилотировании и стрельбе. Но через 6 лет его выперли за буйный нрав и неуважение к командованию. Парень мотался по стране в поисках работы, пока не очутился в Раккун-Сити. Там старый товарищ предложил ему присоединиться к антитеррористическому подразделению «Старс», что Крис и сделал. В 1998 году группа в составе Редфилда, Джилл Валентайн и еще нескольких человек прочесывала окрестности города, где пропал отряд полицейских. Местность просто кишела кровожадными мутантами. Крису с товарищами пришлось удирать и забаррикадироваться в старом особняке. Как выяснилось, здание служило прикрытием для лаборатории по разработке биологического оружия. Так Крис познакомился с корпорацией «Амбрелла» и жуткими тварями, которых штамповали в ее недрах, как на конвейере. Когда Редфилд добрался до подземной лаборатории, то узнал, что за всем стоит командир их группы Альберт Вескер. Тайный агент «Амбреллы» подставил отряд, чтобы испытать монстров в бою. Вескер натравил на Редфилда и его коллег прототип нового оружия под кодовым названием «Тиран». Чудовище вышло из-под контроля и растерзало самого злодея. Криса ждала бы та же участь, не подоспей к нему подмога. Он разнес тирана из гранатомета и с другими выжившими улетел из пылающего особняка. Герои пытались обнародовать информацию о случившемся. Однако «Амбрелла» подкупила их начальству, и отчеты полетели в Шреддер. Вспешенный Редфилд отправился в Европу собирать компромат на зловещую корпорацию. Поэтому он не участвовал в событиях Resident Evil 2 и 3, когда в Раккун-Сити разразился зомби-апокалипсис. Через пять месяцев судьба занесла его в Антарктиду, куда наемники корпорации увезли его сестру Клэр. Ее поиски и уничтожение базы «Амбреллы» на острове Рокфорд легли в основу Resident Evil Code Veronica, появившейся в 2000 году на консоли Dreamcast. В ней Редфилды сражались не только с армией монстров и новым штаммом вируса, но и с восставшим из пепла Альбертом Вескером, бывшего командира «Старс» превратили в настоящего супермена, и он легко намял Крис у бока. Однако герои все-таки взорвали базу и покинули остров на истребителе. Позже Крис объединился со старыми товарищами, которые чудом спаслись из Раккун-Сити. Через пять лет он и Валентайн оказались в русской лаборатории «Амбреллы», уничтожили ее и таким образом покончили с корпорацией. Об этом повествует Resident Evil The Umbrella Chronicles для консоли V. Как ни странно, победа только ухудшила ситуацию. Вирусами завладели группы террористов, и монстры стали появляться по всему миру. Крис и Джил помогли основать PSAA – Организацию для борьбы с биотерроризмом. До 2009 года они участвовали во множестве операций, но после очередной стычки с Вескером Джил исчезла. ВЫСТРЕЛЫ Из сюжета Resident Evil 5 мы узнали, что Крис впал в отчаянии и три года искал боевую подругу по всему земному шару. Он брался за самое опасное задание и в результате стал одним из самых уважаемых оперативников PSAA. Депрессия не помешала тренировкам. Редфилд нарастил мышцы и окончательно стал похож на шкаф с антресолями. Выполняя одно из заданий, он прибыл в Африку. Там намечалась очередная сделка биотеррористов с участием Вескера. Вместе с новой напарницей герой был вынужден отбиваться от жителей маленького поселка, зараженных опасными паразитами. Наконец, Редфилд нашел Джилл и буквально вырвал ее из лап Вескера. Бывшего командира он искупал в лаве, а затем добил из ракетницы. ВЫСТРЕЛЫ К началу Resident Evil 6 Криса повысили до капитана специального отряда. Судя по увиденному нами фрагменту игры, герою предстоит опять слетать в Европу, потерять соратников, превратиться в алкоголика, затем вернуться в ряды PSAA и раскрыть еще не один заговор. ВЫСТРЕЛЫ В отличие от сурового Редфилда, другой любимец публики, Леон Скотт Кеннеди похож на обычного человека, а не на Терминатора. Сразу после выпуска из полицейской академии 20-летнего Леона определили в участок Раккун-Сити. Туда он должен был приехать 28 сентября 1998 года, но опоздал на сутки, потому что проспал. Это уберегло новобранца от бойни, которая разразилась в городе из-за эпидемии. Леон добрался до места назначения, когда все полицейские либо сбежали, либо скитались по улицам, подволакивая ноги. Последующие события хорошо известны всем, кто играл в Resident Evil 2. Среди хаоса и оживших мертвецов герой встретил Клэр Редфилд. В город девушка явилась, чтобы найти старшего брата. Крис отбыл в Европу и, конечно же, не рассказал ей ни про адский особняк, ни про зомби и бутантов. Клэр и Леон с боем пробились к полицейскому участку, где наткнулись на аду Вонг. Как выяснилось, таинственная дама была шпионкой и хотела заполучить самую перспективную и опасную разработку Амбреллы — G-Virus. Его создал ведущий ученый корпорации Уильям Биркин с помощью своей жены Аннет. В участке Клэр обнаружила дочку этих исследователей Шерри. Втроем герои начали искать выход из обреченного города, а Леону пришлось несколько раз столкнуться с мутировавшим Биркином. Тот был смертельно ранен боевиками Амбреллы, вколол в себя прототип G-Virus'а и превратился в совершенно жуткое чудовище. Леон несколько раз мог погибнуть, если бы не Ада Вонг. Она приняла на себя удар монстра, а позже бросила Кеннеди оружие, когда он бился с очередной разновидностью тирана. Между Леоном и Адой просто не могли не возникнуть романтические чувства. В самый неподходящий момент израненная девушка отключилась, а парень решил, что она умерла. В финале опечаленный Леон, Клэр и Шерри покинули город на поезде. После уничтожения Ракон-Сити ядерным оружием троица разделилась. Клэр отправилась во Францию за братом, где ее изловили агенты Амбреллы. Леон же присматривал за Шерри. Вскоре их захватили американские военные. Девочку увезли в неизвестном направлении, а Кеннеди долго и обстоятельно допрашивали. В конце концов, правительственные агенты осознали, что острый на язык полицейский не имеет отношения к локальному зомби-апокалипсису. Ему предложили самому стать агентом. Леон согласился. В последующие годы его тренировали так, будто собирались выпустить одного против целой армии. По ходу дела Кеннеди расследовал инциденты с участием Амбреллы. Кстати, именно он рассказал Редфилду, что Клэр увезли в Антарктиду. Благо, девушка сумела отправить Леону электронное письмо и ввести в курс дела. В 2004 году Кеннеди поручили охранять семью нового главы США. Первым заданием Леона на новой должности стало возвращение похищенной дочки президента. По сюжету «Резиденты Вилл-4» след террористов завел Леона в глухую европейскую деревушку. Там герой столкнулся с новой угрозой – паразитами, которые умели контролировать человеческое поведение. Зараженное население встретило Кеннеди топорами и виллами. Выяснилось, что за похищением стоял зловещий культ, который хотел поработить девчонку, а через нее и самого президента. Леон помешал этим планам не без помощи вездесущей ады вон. Правда, у нее, как обычно, были свои интересы. В финале шпионка отобрала у Кеннеди колбу с образцом паразитического организма. Взамен она передала ему ключи от водного мотоцикла, на котором Леон и президентская дочка покинули враждебную территорию. По итогам убойной командировки Леон написал отчет, который с интересом прочел Крис перед отправкой в Африку. Через 15 лет после уничтожения Ракун-Сити в 2013 году очередной президент США собрался рассекретить подробности инцидента. Но незадолго до его выступления в Толл-Оукс на городок напали террористы. О том, как Леон выпутается из очередной передряги, мы узнаем из Resident Evil 6. С Крисом и Леоном все понятно. Это классические герои без страха и упрека. Куда запутанные дела обстоят с адой вон? Это особо регулярно оказывается в эпицентре всевозможных катастроф. Да и зовут ее не Ада, а неизвестно как. В ходе событий первой Resident Evil она должна была проникнуть в лабораторию под особняком и выкрасть информацию об исследованиях. Для прикрытия девушка завязала отношения с одним из сотрудников. Тот даже хотел жениться на обворожительной азиатке, но погиб. Через несколько месяцев Вонг вручили найти образец G-вируса. Эпидемия в Ракун-Сити усложнила задачу и вынудила Аду сотрудничать с Леоном. Молодой коп растопил сердце шпионки, когда грудью прикрыл ее от выстрела Аннет Биркин. Позже мисс Вонг серьезно пострадала от когтей мутировавшего ученого. Тем не менее ей удалось выжить, спасти жизнь Кеннеди и заполучить вирус. Выбраться из города Аде помог Вескер, направив ее к эвакуировавшему сотрудников Амбреллы вертолету. Именно Вескер стал новым работодателем Ады. Когда он узнал про европейские культы необычных паразитов, сразу же послал шпионку за образцом. В поздние версии четвертого резидента добавили новый сценарий, позволяющий взглянуть на события глазами этой непростой дамы. Впрочем, ее мотивы все равно остались туманными. Несколько раз шпионке приказывали убить Кеннеди, но она игнорировала приказы. Питает ли Ада чувство к Леону? Возможно. Уж он-то к ней точно неравнодушен. В трейлере шестой части показано, как Леон с пистолетом в руках защищает девушку от своего товарища Криса Редфилда. Однако всякий раз, когда героям следовало бы поцеловать друг друга окровавленными губами на фоне заката, Ада отвешивает Кеннеди под затыльник и ретируется. Несмотря на гибель Вескера, она продолжает лезть во всякие заварушки. Сможет ли она выйти сухой из воды на этот раз? Об этом расскажет отдельный сценарий за Аду. Чтобы открыть его, нужно пройти основные главы Resident Evil 6. Один из главных сюрпризов Resident Evil 6 – возвращение Шерри Биркин. В детстве родители обделили ее вниманием, поскольку с головой ушли в исследование для Амбреллы. Несмотря на это, Шерри их любила, и семья была в целом благополучной. Все пошло наперекосяк, когда Уильям Биркин решил обмануть Амбреллу и продать вирус государству. За ученым явились наемники корпорации, забрали образцы, а его изрешетили из автомата. Вскоре зараза попала в систему водоснабжения и спровоцировала эпидемию. Шерри! Шерри! Во время событий Resident Evil 2 Шерри было всего 12. Когда вирус распространился, Аннет отправила дочь в полицейский участок. Как известно, полиция оказалась бессильной. Благо Шерри привыкла к самостоятельности и пряталась от зомби, пока ее не нашла Клэр Редфилд. Девчонки решили держаться вместе, но в какой-то момент они разделились, и малышку настиг мутировавший отец. Уильям заразил дочь вирусом, но Клэр вовремя успела изготовить для нее лекарства в лаборатории Амбреллы. Вместе с Леоном они бежали из города. К сожалению, Аннет погибла от лап Уильяма, и Шерри осталась сиротой. После инцидента за ней приглядывал Леон, а затем агенты спецслужб. Повзрослев, Шерри согласилась работать на правительство. Еще бы, в противном случае ей грозил пожизненный домашний арест. В Resident Evil 6 руководство спецподразделения DSO поручило Шерри найти человека с иммунитетом к новому вирусу. Ему оказывается наемник по имени Джейк Мюллер, сын великого и ужасного Альберта Вескера. Внешнего сходства между ними мало, да и мегаломания папаша Джейку не передалась. Он вполне адекватен, пусть и хамоват. Но кое-что Джейк все-таки унаследовал. Например, стойкость ко всякого рода мутациям, недюжинную силу и реакцию. Но вот захочет ли он использовать свою наследственность для спасения мира? Подведем итог. Немногословный Крис Рэдфилд – главная ударная сила героев. Он сперва бьет промеж глаз и только потом задает вопрос. Леон Кеннеди куда более человечен и разговорчив. Даже в самой жуткой передряге он не теряет чувство юмора. Ада Вонг – хладнокровный убийца, которая способна без тени эмоций наблюдать, как людей жарят на кострах. Ну а Шерри – юная идеалистка, которая борется за мир во всем мире с трогательным энтузиазмом первоклашки. Как переплетутся их судьбы, мы узнаем совсем скоро. И самый масштабный Резидент Эвилл за всю историю сериала. Резидент Эвил 6